Доброго времени суток, дамы и господа! Вот мы с вами и добрались до видосика с открытием старого Наксрамуса. Делается это довольно-таки быстро, но для начала, конечно же, нам нужно открыть старый некраситет. Хоть он и требует время, но в целом тоже делается приемлемо по времени. Само собой, видосик по открытию старого некраситета имеется в описании. Обязательно его гляньте, потому что без старого некраситета вы никак не откроете старый Наксрамус. Что ж, начнем же. Для того, чтобы открыть Наксрамус, первым делом нам нужно посетить старый некраситет и в нем получить предмет под названием «Треснувший жетон серебряного рассвета». Этот жетон находится рядом с граммоклином, и первонаперво, когда мы зашли в некраситет, нам нужно взять в таргет граммоклина, чтобы вообще хотя бы примерно понять, куда нам идти. Рядом со входом, с кучкой костей находится этот жетон. Маленький-маленький. Теперь нам нужно его починить. Для этого потребуется одна сфера праведности. Ее можно купить на аукционе. И четыре слитка истинного серебра. Аналогично. Покупаем на аукционе и чиним. Получаем аксессуар, который, возможно, кому-то навеет старые воспоминания. Когда мы починили аксессуар, конечно же, надеваем его и движемся обратно в старый некраситет. Теперь наша основная цель — это убийство темного магистра гандлинга. С целью того, чтобы его призвать, нам нужно убить боссов в старом некраситете, а также в той огромной комнате, где он находится, на двух этажах, убить по три мопчика. То есть, мало того, что нужно убить боссов в донже, еще нужно убить шесть боссов, которые рядом с ним, а также еще нужно убить трэш, который находится рядом с этими шестью боссами, рядом с этим темным магистром гандлингом. Кровь невинных. Оставим. Ну-ка, давай-ка сразу глянем, для чего она. А ну-ка. Кровь невинных, кинопоиск. Ужас и комедия, 1992 год. Кайф. Ммм, это для призыва Гаргули летающий. Назов явится Киртонос. Да, я помню, я помню, это мы его призывали. Это для квеста. И если вы нереальный любитель достижений, как и я, и вам тоже выпала эта кровь невинных, то ее можно с пользой реализовать, для призыва Гаргули. Мы бежим к балкончику, юзаем жаровню, тем самым призываем особого босса. Призвав его, убиваем. И в тот момент, когда мы убьем ластового босса и этого Киртоноса, мы получим достижение под названием «Главный в некраситете». Для дальнейшего оно нам не особо нужно. Просто, если вы хотите получить ачивочку, 10 ачивпоинтов, то, пожалуйста. Я же все думаю, как бы скипнуть, там, дым-сюдым. Вон, вон сюда кровь юзается. Да-да-да-да-да-да. После убийства Гаргули я не понимал, почему у меня до сих пор не призван ласт. А причина проста. У меня не были просто-напросто убиты мопцы в комнатках. Перед убийством ласта обязательно проверяем, надет ли на нас жетон Серебряного Рассвета. Если нет, надеваем. Если надет, то просто-напросто келяем и вылутываем Камень Плети Темного Магистра. Его нужно отнести в Часовню. Позволяет всем персонажам вашей учетной записи добывать Камни Захватчика, надев Жетон Серебряного Рассвета. Вы можете получить новый Жетон замену Серебряного в Часовне. Награды замечательные, как и ранее полученные, шарятся на весь аккаунт, на всех наших персонажей. Также не допустите мою ошибку. Знак Доблести Серебряного Рассвета, это и Итом, и Валюта Одновременно. Этот знак Доблести мы можем потратить на покупку рецептов. Если у вас фуловая репутация, то, конечно же, выгоднее оставить его на будущее для покупки рецептов. После сдачи этого квеста мы направляемся в Стратхольм. Там нам нужно добыть Оберег Наксрамоса, а также Святую Воду из Стратхольма. Эти два предмета потребуются нам для активации Фастрана. Касательно Ока, ходим, гуляем по данжику, убиваем боссов различных, мопчиков, и при этом когда-нибудь Ока вылезет, мы его шотнем и полутаем этот Оберег. Касательно Водички, те ящики, которые подсвечены белым контуром, в них всегда находится вода. Идем в левую часть Стратхольма, используем Оберег, который получили с Ока, и кидаем в него Водичку. На нас вешается пятиминутный дебаф. А теперь мы должны совершить пастран. Нам дано пять минут на то, чтобы из левой части данжика Стратхольма переместиться в правую часть и при этом убить Ревендора, с которого конь падает. Уверен, вы его фармили, затрагивая только правую часть. А теперь мы должны с левой части перебежать в правую. И на это пять минут. Звучит как-то слишком жестко, но если взять таланты на скорость передвижения, то по идее должно быть все нормально. Если все прошло успешно, и на момент убийства ластового босса на нас все еще висит дебаф, мы идем к решетке и используем экстра батон, центральную кнопку. И конечно же у нас должен быть все это время надет жетон серебряного рассвета. После того, как мы сожгли этого духа, появится эмоция в чате. Летим после этого обратно в часовню. А если вам, кстати, конь упал с Ревендера, я вас поздравляю. Прилетев в часовню, общаемся с мопцом, рассказываем умопомрачительную историю о нашем приключении, то, что мы сожгли целого духа, получаем достижение. Теперь мы можем зайти в Накс Рамос. Но если же мы не нашли мопца, то в комментариях я приложу другие координаты, и, быть может, там находится нужный моп, с которым нужно поговорить для получения достижения. Потому что, как сегодня выяснилось, этот моп имеет свойство перемещаться, а не сидеть на одном месте. После того, как мы получили это достижение, мы можем попасть в старый Накс Рамос. Там куча различных тайн, и сбор страниц, и сбор различных реагентов, и получение маунта. Я сегодня немножко на стриме позанимался всем этим, но в видосиках это будет структурировано, разложено чуточку позже. На этом пока что всё. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании, не забывайте про стрим. Там дропсы. До скорого!